Одно из ключевых событий уходящего 2022 года – это начало специальной военной операции на западных рубежах нашей страны. В конце февраля российские войска встали на защиту Донбасса, Луганска и Запорожья. Вот уже 10 месяцев они несут службу, рискуя ежеминутно жизнью. А вот на страже здоровья наших бойцов и их комфорта – волонтеры. Это и волонтеры-медики, и коммерсанты, и даже школьники. Они ради добрых дел объединяются даже в команды и целые штабы. О том, как это непростое событие объединило всю Тверскую область, а добро сократило расстояние между городами, расскажет наш корреспондент. Тверской волонтерский штаб «Помощь Донбассу» был создан 26 февраля. Первый гонгруз в полтона состоял из продуктов и медикаментов. Позже удалось наладить связь с республиканскими больницами и понять, что необходимо. Запуганные медики тяжело шли на контакт, но поверили нашим. В больнице ЛДНР уехало около ста тонн груза с медикаментами, хирургическими инструментами и даже кроватями. Не раз координатор штаба Ольга Левитина и ее команда становились героями Тверских новостей. Я могу даже за свой штаб сказать, за тех людей, которые находятся в нашем штабе, что это самый настоящий народный фронт. Ольга – коммерсант, она и есть создатель штаба. Сегодня в Телеграм-канале более 4000 активных участников. Так предпринимательская жилка пригодилась в добрых делах. Вскоре к ней присоединились другие коммерсанты, а затем и просто горожане. Кто-то приносит лекарства, кто-то шьет спальные мешки, кто-то вяжет носки для наших бойцов. Сама Ольга ездила в зону СВО дважды. На вопрос, а не страшно ли, отвечает. Только первые пять минут, потом привыкаешь. Я была и на первой передовой линии, где за моей спиной просто свистели пули. Но мне нужно было узнать, как изнутри люди живут. Мне нужно было понять, что действительно необходимо. Когда в госпиталях проводишь свое время, проводишь время с ранеными. Вы знаете, вообще много переоценок ценностей, когда ты понимаешь, что только благодаря этим людям я могу сейчас в своем доме нарядить елку. Штаб живет по принципу «меньше слов, больше дела». Под такой же эгидой в больницах ЛДНР работали и тверские врачи. Они стали гостями предновогодней встречи губернатора с гражданской общественностью. Среди приглашенных – хирург областной больницы Степан Шенкарев. Отпуска в 2022-м он проводил ЛДНР. В конце декабря он и его коллеги вернулись из третьей поездки. На этот раз снова помогали местным врачам ставить наноги раненых. Пока мы там работаем, они хоть не имеют возможности хоть на выходные домой сходить отдохнуть. Мотивация все та же. Гражданская ответственность, долг и необходимость просто помощи там, нехватка рук врачей. Были звонки, просьбы о помощи. Мы поехали, собрались и поехали. Там нас нуждаются, зовут. Ну как не помочь своим, я не знаю. Как говорят коллеги доктора, в нем есть редкое сочетание смелости и природной скромности. Каждый раз он все больше рассказывает о достижениях коллег, нежели своих. Так кардиолог Ирина Епишкина дважды была в ДНР, где ставила личные докторские рекорды. 70 человек на прием в день. Хотела чем-то помочь, поучаствовать. Вторая поездка, наоборот, далась немножко полегче, потому что ты уже едешь, приблизительно знаешь, какие условия, что нужно делать, что от тебя требуется. То есть, какой объем работы. То есть, в принципе, она легче, наоборот, оказалось. Наш труд, наши порывы как-то оценили, заметили. Благотворному влиянию старших коллег подался и молодой врач УЗИ Руслан Магомедов. Несмотря на обстановку, поездку вспоминает только добрыми словами. Новые знакомства, знакомство с обстановкой и работой медиков в, можно сказать, военно-полевых условиях. К добрым делам подключились не только взрослые, но и дети. Школьники стали своего рода тоже волонтерами. Они писали письма на фронт, рисовали рисунки, делали открытки и поделки. Вместе с гуманитарным грузом все это детское творчество отправлялось на фронт. Там, по рассказам Ольги Левитиной, такие презенты на вес золота. Я видела, как все рисунки аккуратно развешаны в коридорах, в столовых. Все на это смотрят с огромным умилением, потому что это придает сил. Солдаты раненые, которые лежат в госпиталях, они берут эти письма и для них это является талисманами. Одним из символов уходящего года стало добро и взаимовыручка. Наши медики, волонтеры и, конечно, воины на деле доказывают, что мы своих не бросаем.